Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. У нас новогодняя серия видео, на которых мы рассматриваем стратегию на 2023 год очень такими широкими мазками. И сегодня хотелось бы поговорить про золото. Приступает большое количество вопросов. Максим, что происходит? Банки активно продают золото, активно предлагают золото. То есть, по сути, складывается некое такое ощущение, что банки начинают распродавать золото. Что ты думаешь по этому поводу и как, в принципе, смотреть на такой актив, как золото, драгоценные металлы, серебро? Какие прогнозы, перспективы и что ты по этому поводу думаешь? Поэтому, если хотите знать мое мнение, смотрите данное видео до конца, что же происходит сейчас с банками, финансовыми учреждениями, почему они с такой охотой расстаются, казалось бы, с надежным активом в лице золота. И тогда возникает вопрос, куда же они полученные деньги-то направляют. Что мы наблюдаем в настоящий момент? В настоящий момент зависимость золота в первую очередь зависит от того, насколько дорогой или слабый доллар в принципе в мире. Здесь тогда нужно посмотреть, какие ожидания по доллару на ближайшее время, что ждет доллар, что в первую очередь будет с денежно-кредитной политикой стороны Федеральной резервной системы США. В 2022 году Федеральная резервная система очень активно повышала процентные ставки, увеличивала таким образом норму безрисковой доходности, которую можно получить в долларах, и это приводило к укреплению доллара. Пока в ближайшее время нет заявлений, связанных с тем, что Федеральная резервная система перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. По-прежнему инфляция достаточно высокая, да, она замедляется, но она по-прежнему высокая. В еврозоне она еще более высокая. И, соответственно, чтобы сбить инфляцию, еще будут повышения процентных ставок как в Америке, так и в Европе. Это раз. Два. После повышения процентных ставок не будет какого-либо резкого снижения, скорее всего, потому что все равно нужно занять некую паузу в этапе повышения. То есть вы повысили процентную ставку, и нужно занять паузу, посмотреть, как это влияет на экономику, как это влияет в первую очередь на инфляцию. Раз. И два. Как это влияет на темпы роста экономики, да, чтобы экономику не ввести сильно в рецессию. Поэтому сначала повышают-повышают, потом занимают паузу. Пауза может быть короткая, пауза может быть длинная. Когда я говорю короткая, это получается где-то 3 месяца, 6 месяцев. То есть до полугода-года даже может составлять эта пауза. Это мы говорим про длинный период ожидания. Если же, как мы наблюдали, например, в ковидный год, да, то есть там получается незначительно повысили процентную ставку, потом произошел ковид, который очень сильно и негативно повлиял на экономическую ситуацию, на рост экономики, и там практически без каких-либо пауз произошло понижение процентной ставки плюс включение печатного станка. Сейчас, пока у нас ситуация с ковидом уходит на второй план, будут смотреть на экономику. То есть первое, что нужно понимать, на 2023 год будет продолжено повышение процентной ставки в Америке, может быть, более медленными темпами, чем это было в 2022 году. Второе, будет период паузы, который минимум может составить порядка 3 месяцев. Минимум порядка 3 месяцев может составить. И на этом фоне, когда у вас процентные ставки высокие, остановились и зависли на этом уровне, золото может себя чувствовать еще и в какой-то период некомфортно. Это в глобальной ситуации. За Федрезервом еще может подтянуться европейский Центробанк. И поэтому на перспективу полугода, на 2023 год, ожидать, что золото прям будет расти какими-то галлопирующими темпами, скорее всего, нет. Золото будет расти тогда, когда прекратится, во-первых, период повышения процентной ставки, раз может быть первое движение по золоту, второе, когда в период вот этого плато, паузы, будут негативные сигналы от экономики. То есть экономика будет замедляться, будет вползать рецессию, темпы экономического роста будут снижаться. И тогда станет понятно, что для того, чтобы взбодрить экономику, нужно чуть-чуть опустить процентную ставку. И вот в этот период как раз-таки и покажет золото себя наиболее выдающееся. Это вот глобальная история. Что происходит в России, почему банки сейчас активно населением предлагают золото? Потому что банки прекрасно понимают те фундаментальные вещи, о которых я рассказал вот в этом видео, когда мы говорили про доллар. То есть банки прекрасно понимают, что у нас сейчас торговый баланс летит, что импорт восстанавливается, что экспорт может упасть. И, соответственно, у банка возникает вопрос. Он на балансе держит золото. И зачем ему на балансе держать золото, которое может быть в ближайшие полгода никаким образом не выстрелит, когда он может при прочих равных условиях продать это золото населению, потому что население в панике, то есть оно пытается найти какой-то защитный, надежный актив. Золото даже из твоих сейфов никуда не переместится. Потому что люди, если покупают драгоценные металлы в больших объемах, редко что люди выводят это куда-нибудь к себе в сейф. Они оставляют в этом же банке его на хранение. То есть, получается, номинально собственник меняется, физически золото там же в банке и остается. В принципе, при прочих равных условиях ты обратно потом можешь это все вернуть взад. И что мы таким образом понимаем? Если являемся банком, если бы я являлся банком, толпа хавает, вопросов нет. Причем они же идут это на опережающие. То есть они не делают это в моменте, они идут на опережение. То есть сейчас, осенью 2022 года, физическим лекциям активно это предлагалось. Получили рубли. На эти рубли осенью были куплены доллары. 60, 61, 62. Сейчас, в конце 2022, начале 2023 года, доллар уже стоит 72. Банки уже заработали. Доллар может вырасти до 80-85. В этот период, когда доллар вырастет до 80-85, по законам жанра, толпа прибежит в банкоматы, начнет продавать золото, потому что оно стоит на месте, а доллар вырос. Соответственно, что будет делать толпа? Толпа будет продавать золото и покупать доллары по 80-85, потому что опять будут все бояться, что он будет стоить 100-120. В этот период банки с удовольствием продадут, получат кэш, и обратно уже будут у населения скупать то золото, которое будут сгружать, потому что люди в золоте могут разочароваться. И получается, что, отвечая на вопрос, причина, почему банки сейчас активны в своей маркетинговой деятельности, в продаже золота, в этом и заключается. Фундаментально они понимают, что процентные ставки еще в Америке повышаются, золото в этот период еще будет стоять. Вы в короткий промежуток времени с очень очевидной историей можете заработать порядка 20-30% за полгода в рублях, и потом обратно золото еще будет стоять на месте. Вы его по этой же цене на самом деле купите обратно, но вы его купите уже в количестве на 30% больше, чем у вас его было осенью. Вот такая вот история, достаточно для меня на самом деле, достаточно понятная. Я думаю, что она понятна непосредственно для вас. Что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Нам покупать золото, не покупать золото? Лично я считаю, что если золота нет, в этой ситуации имеет смысл покупать золото, постепенно наращивать позиции. Движения какого-то активного в нем не будет в следующие 2-3 месяца, но если его нет, покупать нужно. Если у вас уже есть золото, не нужно увеличивать сейчас агрессивно позиции, то есть лучше рассмотреть для себя долларовые инструменты. Ну а что это за долларовые инструменты? Во-первых, мы рассмотрим в следующих видео частично. Ну а более глубоко с выработкой стратегии, с количеством, чего, сколько, в каком процентном соотношении нужно купить, мы разберем на нашей онлайн-конференции MaxCapital, зарегистрироваться на которой вы можете по ссылке в данном видео внизу, где определим стратегию, тактику действия частного инвестора на 2023 год. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Удачи вам. Пока-пока.